Поширенный спектр послуг и макшимость наведать в узкого специалиста практически без чергов. Сегодня на базе первой обедной Бабруйской детячей поликлиники без малого 16 тысяч маленьких пациентов. С новыми макшимостями медустановы знакомились наши корреспонденты. Так званая Великая медицинская рокировка, распочатая в Бабруйске в 2015-м, завершена. Летостью районным центры закрыли дом детятия, на его место переехала станция Путкой медицинской допомоги. А свободную площадь в свою шаргу отдали детячей поликлинице номер один и объеднали с третьей поликлиникой. Объединение поликлиник задумывалось давно и было в принципе рациональным. Почему? Потому что наши поликлиники граничат, имеют общие точки соприкосновения. И, соответственно, поликлиника расположена так, что она попадает на площади обслуживания обеих поликлиник. У объединенной поликлиницы створены три отделения. Тут сконцентрованы вузские специалисты. Ведут в прием хирург, травматолог, неуролог, гастроэнтеролог, азлистопады и детячек кардиолог. Любой человек, если есть какие-то острые показания, необходимость, в любой момент может найти меня на рабочем месте. Раньше дело немножко по-другому обстояло. Поэтому я думаю, что для мам с детьми это все очень неплохо. В целом на ремонт и модернизацию поликлиники за городского бюджета было выдатковано больше за миллиард рублей. Дякуючи новым махчимастям, з'явились кабинеты доурочебного приема и кабинет здорового детяти. Каждый день нам в гимнастику делать? Конечно, каждое утро. А массажик делаете? Массажик, ну, делаем. Обычно перед сном. Очень хорошо сюда добавились новые врачи. Приходится не ездить в другую поликлинику. Очень удобно. Ну, малышке как нравится. То ей всегда нравится, ей нравятся врачи. Она улыбается им, смеется. Объединение первой и третьей поликлиник дозволило забеспечить 160 тысяч маленьких пациентов высокой якостью медицинского обслуговывания. У планах на 2017 капитальный ремонт Бобруйской детячей больницы. Седа Каспарова, Павел Савицкий, Андрей Черный. Новины. Регион.